За путевку в КХЛ начали бороться детсадовцы. В Екатеринбурге сегодня открыли детскую хоккейную школу «Автомобилист». Так наша команда решила готовить себе кадры. Клюшку доверят даже тем, кто и на коньках пока стоять не умеет. Но в будущем может стать легендой спорта. За первой тренировкой начинающих Харламовых следила Валерия Алферова. Стоим, стоим. Покататься. Вот и решила, что хоккеем заниматься. Мечты о хоккее ребятам спать не дают. Занятия будут проходить по утрам, чтобы юные спортсмены успевали в садик и школу. Ребята постарше уже учатся владеть клюшкой. Самые маленькие только привыкают ко льду. Некоторые замечают тренеры, будто родились с коньками на ногах. Но для большинства это сложная наука. Их надо удержать, потому что, видите, они все в разные стороны разбежались. Надо каждого поймать, каждому внимание уделить. То есть вот они в разные стороны. Кто-то ходит, кто-то ползет, кто-то и встать не может. Всем им надо помочь. Так можно и до большого хоккея докатиться, говорят тренеры. Эту детско-юношескую школу создали специально, чтобы с нуля обучать будущих игроков для Екатеринбургской команды «Автомобилист». Без системы комплексной подготовки спортсменов побеждать на льду сложно. Я думаю, что через 10 лет вот такие вот малыши-карандосы, которые сегодня были на площадке, должны и будут радовать нас игрой. Сначала за молодежную команду и, надеюсь, потом уже с главной командой мы их увидим. Ну а пока первое занятие, на котором наставники определяют способности и уровень детей. В дальнейшем их разобьют на группы, чтобы разделить тех, для кого хоккей – хобби, и тех, кто мечтает о карьере легионера. Некоторые дети уже понимают, что ему надо покушать, лечь вовремя, спать. То есть он уже с таких лет начинает режим у него и так далее. То есть он себя уже готовит к взрослой жизни и знает, зачем ему это надо. В школу уже записались семь десятков горожан. Кто-то из них через пару-тройку лет попадет в полноценную детскую команду, которая будет участвовать в первенствах области и страны. А там и до молодежки и основного состава автомобилистов недалеко. Валерия Алфюрова, Алексей Богданов. Новости 41-го канала.